Народная фраза «Казах без понтов, без понтовый казах» знакома чуть ли не каждому жителю нашей страны. Согласны ли звезды отечественного шоу-бизнеса с таким крылатым выражением? Или наоборот, им есть что сказать, дабы развеять этот сложившийся стереотип? Тема казахских понтов мусолится уже на протяжении нескольких лет, а родоначальниками фразы «Казах без понтов, без понтовый казах» является нашумевшая в начале 2000-х группа «Гетодокс». Это не сон, это город понтов на словах, здесь казах без понтов, без понтовый казах, а Алмата... С тех пор это крылатое выражение не сходит в суз казахстанцев и по сей день. Шикарные свадьбы, дорогие машины, в общем, все то, чем любят похвастаться казахи, не раз становились объектом для новой порции шуток у КВНщиков, вайнеров и даже режиссеров. Но все же не все казахи согласны с таким сложившимся стереотипом. Я думаю, хвастовство присутствует у всех наций. Это не обязательно казахи. В целом, виновата не нация, а сам человек. А насчет тоев, то каждый человек желает, чтобы его свадьба была особенной. Возможно, это соперничество, а такое понятие, как расточительство, это не относится к фразе «казах без понтов, без понтовый казах». Я не могу полностью согласиться с этой фразой. Мне кажется, в этой фразе есть ирония, юмор. Но у нас есть много хороших качеств. С одной стороны, понты – это хороший показатель успеха человека. Если человек хочет самую лучшую машину или дом, это хорошая мотивация, чтобы усердно трудиться. Но когда начинается соперничество, чтобы у тебя было круче, чем у других, это бессмысленное расточительство. А вот ребята из коллектива Вокса Капелла и экс-солистка группы Аюми Назым без малейшего стеснения признали сразу, что выражение «казах без понтов, без понтовый казах» имеет место быть. Одним словом, пафоса у многих казахов хоть отбавляй. «Казах без понтов, без понтовый казах». Ну да, ну да, это так. У меня вот есть 40 баранов, у меня есть 50 лошадей. Не, ну на самом деле, вообще казахи сами по себе такие, как бы понтовые немножко, любят попонтоваться. У кого есть возможность, те понтуются, и они соревнуются этим. В основном все-таки казахи чуть-чуть, да, мы понтуемся, да, в основном. Я думаю, что это правда, стопроцентная. У нас просто это, как-то, я не знаю, как это даже объяснить, такая у нас культура, что ли, такой медалитет. И как бы я это в основном замечаю, вот эту фразу, знаете, на тоях. Вот если был той у твоего брата, то у твоей сестры, или у твоего двоюродного брата еще круче надо сделать. Для кого-то эта фраза ирония, для кого-то хороший повод задуматься над своим поведением. Как бы там ни было, хорошо, когда есть друзья и родные, которые могут вовремя дать понять, что где-то надо убавить обороты. Среди моих друзей нет понтовитых. А если кто начинает понтоваться, то мы сразу ставим его на место. Я думаю, нашим казахским парням не идет понтоваться. Бывает, и я иногда не осознавая, могу такое допустить. Но моя мама сразу меня останавливает. В казах без понтов, без понтов и казах. Айдана Тимирова, Тимирбек Нугманов, Хедлайнер.